Здравствуйте, уважаемые студенты! Представляю вашему вниманию лекцию «Венгерская кухня по дисциплине технология национальной и зарубежной кухни». И сегодня рассмотрим следующие вопросы. Первый вопрос. История развития венгерской кухни. Второй вопрос. Особенности технологии приготовления блюд в Венгрии. История развития и особенности национальной кухни в Венгрии. Об исконной древней венгерской кухне подобных сведений очень мало. Известно только описание блюд из аристократических дворцовых меню. Но они уже в большей степени претерпели влияние других стран. Тем не менее, в этой стране всегда готовили вкусно, ведь венгерские повара славились веками. Наряду с древними блюдами, которые можно готовить как из мяса домашних, так и из мяса диких животных, в венгерской кухне много вкусных блюд, заимственных у других народов, но получивших законченный венгерский вид на кухнях местных домашних и придворных кулинаров. Западная кухня проникла в Венгрию во второй половине 15 века, когда прославленный король Матиаш Каравин женился на дочери неаполитанского короля. Королева Бетрича привезла с собой собственных поваров, составила меню по образцу двора своего отца и организовала доставку новых приправ и технологических приемов. На венгерскую кухню оказали влияние и жители Трансильвании, и кое-что из румынской кухни, о чем свидетельствуют капустные голубцы со сметаной. От турок в Венгрии восприняли пристрастие к сладкому перцу и кофе. Венгерская выпечка и сладкие блюда своим происхождением обязаны итальянским переселенцам, а горячие мучные блюда перешли в венгерскую кухню от австрийцев. Знаменитая слава в венгерской кухне окончательно утвердилась на всемирной выставке в Париже в 1878 году, когда будапештские повара произвели в области кульнарии настоящую сенсацию. Также отличительной способностью в венгерской кухне является разнообразный ассортимент продуктов, используемых для приготовления блюд. В первую очередь среди них, конечно, можно назвать это мясные продукты, которые готовились из такого мяса, как свинина, говядина, телятина, домашняя птица, это индейки, гуси, куры, цыплята, дичь и использование всевозможных овощей. Это сладкий перец, кабачки, баклажаны, капуста, куэраби, белокочанная цветная капуста, молочные продукты и всевозможные фрукты. Венгерские реки и озеро Балатон всегда изобиливали различными видами рыбы. Это тесайская стерлядь, дунайский сом, щуки, сазан, балатонский судак, мясо которого обладает очень нежным и тонким вкусом, которое занимает очень почетное место в венгерской кулинарии. Также необходимо сказать о муке. Венгерская пшеница отличается высоким содержанием клейковины. И это позволило венгерским кулинарам создать широкий ассортимент мучных изделий. И среди них знаменитый национальный рулет, который называется ретеш, который готовится из тонко раскатанного теста. Из теста, замешанного на яйцах, готовят тархонию. Тархонию это подсушенное тесто в виде шариков, который напоминает крупу. Тархония используется для приготовления супов и в качестве гарнира к тушеному мясу, и как самостоятельное блюдо. Используют также тархонию для фарширования других изделий. Это перцы, голубцов, где тархония заменяет рис. Основными способами тепловой обработки венгерской кухни являются варка, жарение и тушение. Эти способы похожи на способы приготовления блюд в украинской кухне. Сочетание этих способов для приготовления тех или иных блюд, сочетая кулинары вместе, используют характерные только для венгерской кухни продукты и технологические приемы, которые придают венгерским национальным кушаниям неповторимый, присущий только им вкус. Венгерские кулинары любят готовить на свином сале. Сливочное масло употребляется гораздо реже и в основном только для диетического питания. Топленое свиное сало является важнейшим компонентом почти во всех блюдах. Оно используется также для приготовления другой важной части венгерских блюд. Это для мучной заправки, пассеровки. Поджаренная на свином жире мука, пассерованная, придает блюдам необходимую густоту и вкус. Другая отличительная способность венгерской кухни заключается в остроте блюд и в широком использовании овощей и пряностей. Среди них лук, чеснок, корица, сельдерей, укроп, черный и красный перец, майоран, тимьян, тмин и другие специи и приправы. Особой популярностью пользуется паприка. Существует много сортов паприки, в том числе и такие, которые едят в сыром виде. Полузрелая паприка зеленоватого, светло-желтого и розово-красного цвета служит основой для многих салатов и отличным дополнением к местным блюдам. Из зрелых стручков паприки удаляют сердцевину, сушат, размалывают и получают красный порошок, который придает венгерским блюдам острый вкус и специфический аромат. Основа венгерских тушеных и заправленных сладким перцем блюд является лук, который поджарен на топленом свином сале. Венгерские кулинары считают, что именно свиной жир при определенной температуре лучше всего подчеркивает запах эфирных масел, который содержится в луке и выделяется при его поджаривании. Приготовление многих блюд венгерской кухни начинается с тепловой обработки лука. В зависимости от особенностей приготовляемого блюда лук тушат, подрумянивают и сильно поджаривают, создавая богатую вкусовую гамму. Помимо специй и пряностей в венгерской кухне очень часто используется сметана. Которая добавляется в соусы, супы, в овощные и мясные блюда. Сметана также употребляется для приготовления мучных блюд. Ей поливают такие блюда, как гуляш по-секейски, творожные крокеты, салат из огурцов и непосредственно подают сметану на стол. Используют различные продукты для приготовления одного блюда. Венгерские кулинары. Добиваются этим очень больших разнообразных вкусовых комбинаций. Холодные и горячие закуски в технологии приготовления блюд в венгерской кухне. Для приготовления горячих и холодных блюд используются овощи. Многие салаты заправляются растительным или оливковым маслом или гусиным жиром. Качанный салат часто подается сливками или со сметаной. Простым салатом, как правило, подают заправку из воды, уксуса, соли, сахара. Хорошо промытый салат перед подачей на стол кладут за некоторое время в посуду заправкой. А затем перекладывают в салатник и заправляют небольшим количеством растительного масла или гусиного жира. Украшают крутыми яйцами, нарезанными ломтиками. Наиболее распространенные салаты в Венгрии это салаты из свежих огурцов, цветной капусты, салат из грибов, салат французский, салат из свеклы, салат из зеленого перца, салат из савойской капусты, помидоры и огурцы фаршированные с зеленым соусом, печенка гусиная в жире, это мясные блюда, печенка гусиная по-трансильвански, яйца фаршированные гусиной печенкой и блинчики с мозгами. Для приготовления первых блюд в венгерской кухне используется мясо, домашняя птица, как я говорила сельскохозяйственная птица, это все виды птиц, гуси, куры, утки, различные овощи и рыба. Многие супы заправляют галушками, клетками, иногда первые блюда готовят более концентрированными, чем принято у нас. Консистенция супов более густая, бывает также за счет мучной заправки, пассированной муки. Известны такие супы, как суп гуляш, суп венгерский с тестом, суп жнецов, суп уехази, суп кислый с клетками из легких, суп гиргетский со сметаной, ухапа сегетский, суп из куриных потрохов, суп из кислой капусты и суп в полотце. Венгрия славится также мясными блюдами и мясные блюда являются главными на столе венгеров, которые подаются на обед и на ужин. Для приготовления имеется богатый выбор для этого. Как говорила ранее, используются все виды мяса и сельскохозяйственная птица. Соусы в большинстве случаев готовятся вместе с блюдом, в основном с использованием сметаны, сливок и паприки. Основными способами тепловой обработки являются жарение и тушение. Помимо этих блюд, большой популярностью пользуется также мясо, поджаренное на вертеле или решетке, цыплята, обжаренные в сухарях и так далее. Мясные блюда можно готовить из одного вида мяса или в сочетании с другими продуктами. Это перец, томат, лук, квашеная капуста, картофель. Мясные блюда по органомическим показателям очень хорошо сочетаются с гарнирами. В качестве гарнира ко вторым блюдам подается квашеная капуста, тархоня, это маленькие твердые мучные шарики, овощи, сладкий перец, картофель. Кроме того, как правило, к ним подают различные салаты, маринованные овощи и некоторые блюда могут отпускаться также без гарнира. Блюда из овощей, это картофель с творогом, картофель с яйцами, капуста брюссельская со сметаной, цветная капуста по-гречески. Блюда из рыбы, это перкель из карпа, карпа сербский, сом с квашеной капустой, щука с соусом из кучкового перца, филе судака по-венгерски. К блюдам из мяса относятся жаркое разбойничье, паприка из цыплят, перкель из свинины, цыплята жареных сухарях, жаркое трансильванское, печенка по-венгерски и так далее. Блюда из муки, это лапша с творогом, турошчуса называется, тархоня, клетки, галушки, блинчики с творогом. Распространенные сладкие блюда, это пудинг рисовый с абрикосами холодным, крем яблочный по-задунайски, яйцо с молоком, напиток освежающий из вишни и тути-фрути. Распространенные вторые блюда в венгерской кухне, это гуляш, паприкаш, тукань и перкель. Гуляш это нечто среднее между мясным супом и мясным рагом. Готовят его с большим количеством муки и паприки. В его состав входят нарезанные кубиками картофель и мелкие клетки. Для приготовления гуляша используют все виды мяса, это говядина, свинина, баранина, также используются местами деть. Перкель это рагу, в котором рубленого лука значительно больше, чем в гуляше. Соус готовят густой и перкель готовят тушением в очень маленьком количестве воды на слабом огне. И для приготовления перкельтов используют говядину, телятину, свинину, баранину, дичь, птицу и готовят также из потрофов птицы. Тукань это блюдо, похожее на перкель. Мясо для них нарезают продолговатыми кусочками или ромбиками. Лука и паприки закладывают меньше, чем гуляш, но для вкуса заправляют сметаной, грибами, зеленым горошком и зеленью. Также большой популярностью пользуются всевозможные запеканки. Мясо поджарено на вертеле или на решетке. Цыплята обжарены в сухарях, жареный молодой гусь, жареный молодой поросенок и так далее. На этом слайде показано блюдо гуляш. Гуляш это самое распространенное блюдо. Как вы видите, гуляш похож на блюдо между супом и вторым блюдом. Помимо гуляша, также распространенное блюдо это лечо. Существуют десятки видов венгерского лечо. Каждый из вариантов он оригинален. И готовят из лечо из спелых помидоров, сладких перцев, сочного лука и паприки. В Венгрии лечо принято подавать как отдельное блюдо и можно также подавать как гарнир. Паприкаш. Паприкаш это тоже популярнейшее блюдо. Самое распространенное блюдо. Когда эту курочку обжаривают до аппетитного золотистого цвета и добавляют перец, лук, чеснок и все это смешивают и оставляют томиться в курином бульоне до тех пор, пока мясо не станет нежным. И впитав в себя все овощные соки. И в заключении хочется сказать, что для туристов из Венгрии необходимо учитывать, что в Венгрии практически мало едят блюда из рубленого мяса. Ограниченно употребляют блюда из баранины. Не любят китовую икру, сельди, тельки, гречневую кашу, кисели. Рыбу в пищу употребляют только пресноводную. Следует также учитывать особый режим питания. В Венгрии принято употреблять легкий завтрак, обед и плотный ужин. К обеду необходимо подавать острые специи, горчица, уксус, красный и черный перец, различные острые соусы. И вместе со вторыми блюдами подаются салаты из маринованных овощей. Из блюд рекомендуется из холодных закусок подавать сыр с маслом, рыбу заливную под маринадом, сардины, ветчина с гордином, поросенка, мясной ассортии, колбасы, колбасные изделия. Из первых блюд это куриные супы, бульоны с гарнирами, рассольники, щи. Из вторых блюд яичницы, омлеты, зажаренная отварная рыба и также блюда из мяса. На десерт подают фрукты свежие, печеные, компоты из консервированных фруктов и ягод, торты, пирожные. И в заключении всегда после обеда необходимо подавать черный кофе. На этом я заканчиваю лекцию. Спасибо за внимание.